Друзья, привет! С вами я, Эдскрайбер. Сегодня у нас обзор наушников i9s3ws, в общем, с таким дурацким названием. Но, если что, это копия, копия AirPods. Да, AirPods стали очень популярны, потому что она действительно сделала компанию великолепные наушники. Они очень эргономичные, очень удобные, ну и вообще у них очень много преимуществ. Есть только один существенный и очень большущий, большущий минус – это его цена. На данный момент записи этого видео она около 12 тысяч рублей, то есть в районе 200 долларов плюс-минус. Так вот, китайцы подрядились и выпустили много вот таких вот наушников замечательных, одни из них i9s. А давайте обратим внимание на коробочку. Вот такая великолепная коробочка, немножко закос под Apple. Внутри лежат бумажки на китайском языке, кабель USB, microUSB, чехол силиконовый, в принципе, неплохого качества, имеет определенного рода защиту и карабинчик. Также есть сам бокс, куда помещаются два наушника и, собственно говоря, сами наушники. А если одеть силиконовый чехол, то он, в принципе, очень хорошо садится, то есть он не слазит, он хорошо сидит. И можно привязать сюда карабинчик. Обратите внимание на сам бокс, то есть есть здесь небольшой косячок, крышка верхняя немножечко отходит. Ну, то есть, если физически ее оттянуть, она отойдет. А если этого не делать, то, в принципе, все нормально. А когда вы ложите наушники в бокс, они автоматически начинают заряжаться и появляется красный индикатор сверху. Его не очень хорошо видно, но в темноте разглядеть можно. Внизу появляется синий индикатор, который намекает, что наушники внутри. А здесь используется Bluetooth 4.2. Каждый наушник имеет батарею на 60 мАч, а сам бокс на 600 мАч. Это стереонаушники. Оба наушника работают от одного заряда около 1 часа 10 минут. Протестировал несколько раз, и был у меня приблизительно вот такой результат. От бокса оба наушника заряжаются за 40 минут, и бокса хватает на 2 заряда. Также в правом наушнике встроен микрофон. Если вам звонят, то, соответственно, нажимая на кнопочку, вы можете принять вызов. Качество вызова, друзья, неплохое. То есть, я спрашивал собеседников, ну, некоторые говорят, что слышно, как в подъезде, но сам голос нормальный. То есть, можно все разобрать, все четко слышится и так далее. Наушники стоят от 1500 до 1900 рублей, приблизительно где-то в таком вот районе, или же около 25 долларов. А когда вы включаете оба наушника, появляются вот такие индикаторы, которые мигают красным и синим цветом, говоря о том, что они еще никуда не подключились. А по логике вещей, они должны сразу сконнектиться один с другим. То есть, один наушник коннектится к другому, и потом вы уже правый наушник, по сути, коннектите к вашему девайсу. Но иногда, друзья, были такие проблемы с этими наушниками, то, что вот сейчас происходит, они просто моргают и друг к другу не коннектятся. Как это вылечить, друзья, я не знаю. Иногда такое бывает, но вот все-таки Китай есть Китай. Есть вот такая определенного рода проблема. В большинстве случаев я просто включал наушники, они коннектились друг к другу, я подсоединял их к своему девайсу, и никаких проблем не было. Что касается качества звука, друзья, если вы хотите улучшить качество звука, то это не сюда. То есть, это просто наушнички, которые помогают вам слушать музыку, не совсем хорошего качества. А чтобы употреблять контент, эти наушники просто, ну, суперски, да, то есть, YouTube-чик, радио послушать и так далее. То есть, для такого очень простого рода контента эти наушники подойдут просто-напросто великолепно, потому что сидят они в ушах, ну, злодеи, очень хорошо. Вот они повторили точности форму Apple, и, поверьте, мне кажется, это самые эргономичные наушники, которые я носил в своих ушах. Они просто суперски сидят и очень удобны. Это фишка этих наушников 100%. А много говорить не было об этих наушниках. В принципе, наушники, они в Африке наушники. Самое главное, мне кажется, я сказал, то, что они бюджетные и стоят, в принципе, своих денег, неплохо они справляются за свою цену. Конечно, это не AirPods настоящие, и AirPods настоящие будут гораздо-гораздо круче, но и стоят они, друзья, гораздо-гораздо круче. То есть, они в районе 12 тысяч рублей. То есть, по сути, можно 6 комплектов таких наушников можно купить за эту цену и просто-напросто друг друга менять и так далее. То есть, друзья, это доступный, хороший вариант. Есть и другие наушники i9, i10, i11s и так далее. Этот вариант, мне кажется, тоже привлекательный. Если у вас нет денег и хочется именно беспроводные, очень хорошие, грамотные такие наушники, то это именно эти наушники. Я о минусах сказал этих наушников. Розыгрыш, друзья, как я и обещал. Привет, Вася. Условия, друзья, просто на лайте. Очень простые условия. Первое, это подписка плюс колокольчик. Второе, лайк этому видео и любой оригинальный комментарий. То есть, не надо комментировать типа того, что, о, лайк, участвую в конкурсе там и так далее. Лайк там, подремните наушники. То есть, пишите что-то такое оригинальное. Любой оригинальный комментарий. Это не обязательно будет длинный комментарий, но он должен быть оригинальный. Короче, вот условия такие простые. И четвертое, необязательное условие, это подписка на телеграм-канал. Тут, друзья, смотрите сами. Хотите подписывайтесь, хотите не подписывайтесь. Если вы подпишетесь, мне будет приятно. В общем, такие простые условия для выигрыша этих наушников. Всем успеха в этом отношении, друзья. С вами был я, Эдскрайбер. Скоро новые видосы. Всем пока-пока.